АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мы, строго говоря, долгие годы этим вообще не занимались. Занимались добычей полезных ископаемых, их легкой переработкой и последующей отправкой за границу для того, чтобы получать деньги. Все это давало нам неплохой доход и позволяло жить неплохо, до кризиса во всяком случае. Кризис в значительной мере все расставил по местам. Показал, что у сырьевого роста нет будущего. А раз нет будущего, значит нужно вкладывать деньги в технологическое перевооружение, инвестиции в инновационную экономику. Ну, в общем, собственно, то, о чем сейчас много говорят с экранов телевизоров, много пишут в газетах и достаточно много обсуждают в интернете и в других коммуникативных средах. Я, естественно, готов ответить на любые ваши вопросы. Надеюсь, что они будут интересными. Все, пожалуйста. Мне приятно, что вы оценили мою краткость. Извините, мне придется действовать самым простым образом. Я буду показывать ручкой или пальцем рукой, потому что я вас лично не знаю, но буду говорить вот вы. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот вы. Емельянова Елена, Томский университет систем управления радиоэлектроники. Вот вы сегодня говорили об инновациях. Я являюсь студенткой, которая обучается в групповом проектном обучении. Дальше мы разрабатываем свои проекты, идеи какие-то. Дальше наш проект отправляется в бизнес-инкубатор. Есть нам где выставляться, но, к сожалению, нет технологического бизнес-инкубатора. В свое время эта идея была поддержана государством, было закуплено оборудование, есть место, где его размещать, но, к сожалению, на сегодняшний день не хватает 90 миллионов рублей для того, чтобы... Как приятно. Я думал, вы мне что-то такое сформулируете. Для того, чтобы подвести коммуникации к зданию, в котором бы это возможно было располагать. Возможно ли возобновление поддержки? Конечно, возможно. Министр финансов здесь, нет? Нет, спрятался. Есть министр образования. Значит, это где находится? Тусур, площадь Южная, Новый корпус. Ну, значит, Андрей Александрович, записывайте, потом передадите для обсуждения с министром финансов и с другими коллегами. Значит, ну, вы же понимаете, в прошлом году у нас произошли очень серьезные, я бы сказал, драматические изменения в экономике. В общем, с одной стороны, это натолкнуло нас на необходимость активного инновационного роста, а с другой стороны, многие проекты просто оказались замороженными. Поэтому, я не знаю, с этим ли связано то, что недостроили, значит, скорее всего с этим, но будем возвращаться к финансированию. Значит, может быть, не сразу же, а степ-бай-степ, но в любом случае этим заниматься необходимо. Но вы отметились по теме, так что можете зачет поставить себе и вашим коллегам, которые тоже с вами, видимо, об этом говорили. Так, ну, пожалуйста, теперь мужчинам, ну, давайте вам. Здравствуйте, Коношенкин Александр, ТГУ, физико-технический факультет. Дмитрий Анатольевич, вот во время перестройки из России уехали многие крупные ученые, которые сейчас, кстати, являются нашими конкурентами. Что вы планируете делать для того, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации? Спасибо. Насильственно вернуть тех, кто уехал, и опустить железный занавес для того, чтобы не разъехались снова. Ну, что я намереваюсь делать? Вы же понимаете, что можно делать? Создавать привлекательные условия для жизни. Это наша общая задача, это не только я должен делать. Вот сидит губернатор, сидит полномочный представитель, ректор, министр, другие коллеги, которые занимаются всем этим. Надо создавать нормальные привлекательные условия для жизни. Ну, вот мы вчера летели в самолете, и я вместе с коллегами обсуждал, собственно, инновационную тему. А там присутствовали ключевые сотрудники правительства и администрации президента России. Значит, о чем мы говорили? Ну, такой пример достаточно показательный для меня был. Наша какая-то девушка, выдающаяся, сначала уехала туда, поработала, значит, видимо, уже надоело все, вернулась в Россию. В принципе, ей все понравилось. Деньги уже более или менее приемлемые, готовы решить жилищную проблему. Но возникает только один вопрос. Инфраструктура занятия любимым делом. То есть, инфраструктура занятия наукой. А вот с этим огромная проблема. И вот в качестве примера приводится следующее. Вот она говорит, если я хочу что-то заказать, дело не в том, что в России на это денег нет. Деньги какие-то появились. Но в Америке я просто набираю это на компьютере, отправляю заявку через существующую систему коммуникаций по интернету. И на следующий день мне это все привозят. Ну, там максимум через 3-5 дней. А у нас я сначала иду в бухгалтерию. Потом иду в материально-технический отдел. Потом иду, допустим, к проректору или замдиректора института по экономическим или хозяйственным вопросам. Потом иду к директору института. Потом мы отправляем эту заявку. И, может быть, через полгода я эти приборы получу. Вот в чем разница. Понимаете, различие уже не в том, что мало платят. Или что невозможно жилищную проблему решить. Уже это решается. Не так, конечно, может быть, быстро, как всем бы нам хотелось. А различие именно в том, что невозможно активно заниматься любимым делом. И вот это меня, честно говоря, настораживает даже больше, чем неспособность платить высокую зарплату. Еще раз повторяю, при наличии финансов в государстве и нормальных отношений с бизнесом, это проблема решаемая. Точно так же, как и проблема жилья. А вот инфраструктура у нас в головах. До тех пор, пока мы не откажемся сами от такой системы принятия решений, допустим, по закупке оборудования, не предоставим, допустим, ученому или молодому руководителю лаборатории какой-то лимит финансирования, в рамках которого он будет самостоятельно этими деньгами распоряжаться. Вот так и будут тогда возвращаться туда. Ну а те, кто выпускается здесь, будут думать о том, чтобы уехать. Так, ну давайте я буду так двигаться, допустим, по секторам. Вот давайте вы. Все равно. Привет. Во-первых, хочется выразить вам благодарность за то, что вы, государство, поддерживает такие программы, как «Умник» и «Старт» с помощью фонда содействия. В Томске у нас уже более 200 «Умников», открылось более 100 предприятий малых инновационных по программе «Старт», часть из них уже по 217 закону. Как известно, по «Умнику» молодой инноватор получает 400 тысяч рублей. После этого он может создать предприятие и получить по программе «Старт» до 6 миллионов. Проблема заключается в том, что для крупномасштабных, больших проектов, грандиозных, этих денег явно недостаточно. С другой стороны, существует проблема того, что есть проекты, которые нужны стране, но сложно коммерциализуемые. Например, вот мое предприятие разрабатывает проект интернета третьего поколения для города Томска. Спасибо обла-администрации, спасибо родному вузу, спасибо Томскому научному центру, что поддерживаете. Но этих ресурсов недостаточно. Скажите, какие есть механизмы, чтобы получить эти ресурсы, к кому обратиться, как поступить? Спасибо. Спасибо. Значит, Антон, вы знаете, механизмы вы как раз перечислили, которые на сегодняшний день существуют. У нас каких-то сверхъестественных новых механизмов пока не появилось. Но я, собственно, сюда и приехал с большим количеством чиновников и бизнесменов для того, чтобы обсудить эти новые механизмы. Вот после того, как я пообщаюсь с вами, у нас будет заседание комиссии по технологическому развитию, где мы как раз и будем обсуждать вопросы финансирования такого рода проектов по линии частного бизнеса. Не так давно я с крупными госкомпаниями встречался, а теперь с частными компаниями. Значит, нужно их заинтересовать, принимать участие во всех этих делах. Как это сделать? Это не самая простая вещь. Не самая простая. Но, с другой стороны, наш частный бизнес, мы к нему все хорошо относимся, ценим его, но он все-таки должен понимать свою ответственность перед страной и перед будущим нашего государства. В чем эта ответственность заключается? Не только в том, чтобы, допустим, выплачивать нормальную заработную плату, какие-то инвестиции проводить, а в том, чтобы правильно определять приоритеты. И вот о чем я говорю? Есть крупные компании, они, кстати, все здесь, в стенах этого университета, можете кого-нибудь отловить. Вот здесь Олег Перов гуляет по коридору, ну и другие товарищи тоже. Значит, они много вкладывают денег в развитие собственного бизнеса. Причем это может быть высокодоходный бизнес, типа там нефтяного или газового. Но они должны заниматься и технологическим перевооружением, и, на мой взгляд, параллельно развивать некоторые другие проекты, так как это во всем мире происходит. Может быть, даже и не профильные. Но это, если хотите, элемент социальной ответственности. Это то бремя, которое на них должно ложиться. Но это нельзя применять или возлагать при помощи актов государства, просто сказать, вот сюда и все. Иногда можно там порекомендовать что-то, но это не очень эффективно. Просто нужно, чтобы они внутри были готовы к этому. Значит, это первое. Ну и второе, конечно, что не менее важно, должна быть система налоговых стимулов, которую мы сегодня как раз тоже будем обсуждать. Налоговых стимулов, таможенных стимулов, стимулов просто вкладывать деньги в соответствующие направления. Значит, по поводу того, как финансировать труднокомерциализуемые проекты. Вот, знаете, я думаю, что мы преувеличиваем эти трудности. Или, во всяком случае, специально прячемся за них для того, чтобы не предоставлять финансирование. Потому что практически любой проект, на мой взгляд, если он под собой имеет какую-то интересную идею, его можно коммерциализовать. Просто нужно правильных людей найти и правильным образом растолковать эту идею. Вы сказали о финансировании интернета третьего поколения, да? Ну, мне представляется, что сейчас эта тема вполне актуальна. Это не что-то сверхъестественное, это не что-то из области абсолютно такой фундаментальной науки, которая может там выстрелить через 50 лет. Хотя, вы знаете, иногда прогнозы меняются, и ученые ошибаются, и бизнесмены ошибаются. Но уж под это-то точно деньги можно найти. Но если не найдете, вот обращайтесь сначала сюда, а потом сюда. Да, это как раз интернет третьего поколения, это как раз потрясающий инструмент для реализации как раз инновационной экономики. Конечно, конечно. Но я могу сказать вам откровенно, я, когда общаюсь с частным бизнесом, я почти всех их агитирую вкладывать деньги в новые сферы, в новую экономику. Как ни странно, некоторые поддаются уговорам. Значит, и вот даже в интернет-технологии за последнее время представители крупного бизнеса, сейчас не буду никому рекламу делать, просто на моих глазах, ну и при, скажем, небольшой поддержке, вложили уже сотни миллионов долларов. В нашей стране это наши бизнесмены, которые никогда не занимались этим, подчеркиваю. Это не те, кто профильно этим, так сказать, занимается уже, может быть, лет там 10, а это именно компании, которые занимались традиционными видами нашей экономики. Это нефтянка, металлургия и так далее. Так, ну что, пойдем наверх. Надо все-таки уже девушкам, наверное, дать слово. Давайте, ну давайте вам, а потом вот туда перейдем. Вот. Иконик Воксения, архитектурно-строительный бизнес-инкубатор газ. Это вам. Пожалуйста. Ну вот, замечательный лозунг, Томск, студенческая столица Сибири. В связи с этим неоднократно поднимался вопрос строительства студенческого кампуса в Томске. Я хотела бы узнать, что студентами разрабатывается проект строительства такого кампуса в Томске. Вот как необходимо, какие шаги необходимо сделать, чтобы данный проект стал реальным, и как привлечь финансирование для строительства данного объекта в Томске? – Значит, я думаю, что все в ваших руках. В руках руководства области и в руках соответствующего руководства университетами. Значит, насчет кампуса. Насколько я помню, Виктор Михайлович, мы же даже, по-моему, проект смотрели несколько лет назад по кампусу. Да, он большой и довольно такой дорогостоящий. Мы, я помню, около стендов стояли. Значит, поэтому мне представляется, что нужно делать. Нужно просто пытаться реализовывать его частями. Мы сразу же не сможем запустить строительство всего кампуса. Но для того, чтобы начать стройку, нужно создать, видимо, государственно-частное партнерство, привлечь возможных инвесторов из частного бизнеса, но и те деньги государственные, которые у нас на это есть. Но, конечно, мы чудо не совершим. Но если мы начнем, допустим, строить с каких-то объектов, то все тогда должно получиться. Самое главное, чтобы что-то было сделано. Ну, вот, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Что для этого нужно сделать? Энергию приложить. Энергию приложить и государственную волю. Так, Виктор Михайлович? Так, я сюда обещал двинуться. Давайте теперь повыше и по центру. Ну, давайте вы, пожалуйста. Здравствуйте. Седнего Любовь, Томский государственный университет. У меня жизненный вопрос. А все остальные до этого были так, непонятно о чем, да? Время зря теряли. Ну, все-таки, сегодня актуально стоит проблема, связанная с доступностью жилья. Дмитрий Анатольевич, почему вы не закладываете в качестве фундамента национальные идеи обеспечения всех жителей нашей страны доступным малогабаритным комфортным жильем? Да я только и делаю, что закладываю этот фундамент. Ну что, Любовь, ну просто даже мне как-то неловко это слышать. Я, по-моему, еще когда в правительстве был, все уши прожужжал в отношении малогабаритного, доступного, одноэтажного или двухэтажного жилья. Значит, только этим и занимаемся. Просто, к сожалению, очень быстро это не делается. За последние годы в головах наших людей, кстати, произошел довольно серьезный сдвиг. Еще лет 5-7 назад все стремились приобрести жилье в квартирах. Значит, сейчас уже многие люди готовы к тому, чтобы создавать свой дом. Ну, лишь бы деньги под это были. Значит, вы помните, может быть, но если не помните, я расскажу. Значит, некоторое время назад начал реализовываться этот самый национальный проект «Доступное жилье». Я лично, да, этим занимался. И занимаюсь до сих пор. Конечно, мы не обеспечили всех, кто имеет такую потребность, жильем. Но сдвиг довольно серьезный. Потому что, во-первых, мы создали инструмент. Он, правда, в прошлом году прогнулся, я имею в виду ипотеку. Но, тем не менее, этот инструмент есть. В тот момент, когда я начинал этим заниматься, у нас это слово было ругательством. А сейчас все знают, что такое ипотека. Да, говорят, это дорого, но, в принципе, все понимают, что при помощи ипотеки можно решить жилищную проблему. Вот мы сегодня с Виктором Михайловичем говорили о ипотеке, которая субсидируется за счет бюджета для бюджетников, допустим, в Томске. Значит, понятно, это тоже один из способов. В принципе, по-хорошему, в будущем, конечно, нужно, чтобы ипотечный кредит стоил столько, сколько он стоит во всем мире. Но эта проблема, она, конечно, сегодня ограничивается кризисом и той ставкой кредитной, которая существует. Мы будем последовательно снижать ипотечную ставку. Она сейчас, конечно, очень высокая. Я думаю, что если мы хотя бы выйдем на докризисную ставку, это как-то будет работать. Значит, я думаю, что 10,5-11% для нашей страны уже ничего. Но по-хорошему, оптимальной ставкой во всем мире считается 6-8%. Эта ставка зависит от макроэкономических условий в нашей стране, в том числе от инфляции. В прошлом году она довольно серьезно снизилась. Я надеюсь, что и в этом году будет происходить снижение. Если снизится инфляционная составляющая, то мы сможем еще ниже опустить ставку рефинансирования Центробанка. И тогда кредитная ставка и ставка по ипотеке тоже будет более-менее приемлемой. Это, конечно, не единственный инструмент, но он очень важный. В том числе и льготные ипотеки, когда часть кредитной ставки покрывается за счет бюджетного финансирования. Я думаю, что это самое главное, что нужно делать. А что касается программы доступного жилья и программы строительства индивидуального жилья, то это сейчас лозунг практически любого региона. Все этим занимаются, с разными успехами. У вас там одни успехи. Есть регионы, в которых индивидуальное жилье строится в основном уже преимущественно даже к многоквартирным домам. Но вот в Белгородской области там почти все жилье, которое вводится, процентов 70-75, это уже индивидуальное жилье. Это очень хорошо, потому что в нашей стране нужно внедрять именно вот этот способ расселения, что называется. У нас большая страна, и нельзя всем ютиться в квартирах. Нужно обязательно расселяться по всему государству. Извините, я хотела дополнить, что как наши родители гордятся хрущевками, в свое время полученными во времена Хрущева, я бы хотела, чтобы наше поколение со временем гордилось медведевскими апартаментами. Погласен. Значит, кстати, когда хрущевки возникли, никто ими особо не гордился, но, да более того, ну, вы, наверное, не помните этого, когда рассуждали на тему того, кто где живет, это хрущевка, это вообще там плохая бросовая площадь там и так далее. Но на самом деле надо отдать должное и хрущеву, и тем решениям, которые были приняты тогда. Потому что в нашей стране в тот период вообще практически не было индивидуального жилья, ну, в смысле, жилья, которое предоставляется семье. Все жили в коммуналках. За счет тех строек, которые были начаты в конце 50-х, в начале 60-х годов, значительная часть нашей страны расселилась по малогабаритным, неудобным, маленьким, но все-таки индивидуальным своим квартирам. Значит, это было сделано на прежних принципах. Распределять квартиры мы уже не будем. Поэтому для того, чтобы получить комфортабельное жилье, медведевские апартаменты, нужно еще голову немножко приложить, нужно постараться сделать так, чтобы найти свое место в жизни, чтобы получить источник дохода. Я считаю, что это абсолютно правильно и справедливо. Но, конечно, государство должно создать условия для получения образования, для получения последующего заработка и для получения кредитного инструмента, который может быть применим для получения жилья. Вот это обязанность государства, мы этим займемся. Так, значит, ну давайте теперь чуть вниз. И вот девушкам, которые сидят, я не знаю, вы просто реагируете по-разному. Считайте, что я на вас обеих показал. Рудков Татьяна, Сибирский медицинский университет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, среди пяти основных направлений инновационного развития экономики, вы назвали медицинские технологии, которые в настоящее время реализуются проект над здоровьем. Значит, с помощью этого проекта, конечно, переоборудованы и переоснащены и больницы, и клиники. Но этот проект требует и квалифицированных кадров, и специалистов, способных работать на этом современном оборудовании. Такая же проблема стоит в фармацевтической отрасли, задача которой все-таки импортозамещение и доступность лекарственных препаратов. Наверное, основную эту задачу решит конкурс национальных исследовательских университетов. Вот только один медицинский вуз смог войти в число финалистов, но, к сожалению, наверное, моему профессиональному разочарованию все-таки было отдано предпочтение техническим вузам, ну и, наверное, было бы неправильно конкурировать в медицине с техническими специальностями. Вот каковы перспективы нашей отрасли в таком вот возможности нашего перевооружения, медицинской отрасли? Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, конкуренция штука такая довольно жесткая. Я не знаю, насколько уместно действительно медицинским вузам конкурировать с техническими вузами. В чем-то да, в чем-то, наверное, нет. Но вопрос заключается в том, что при помощи национальных университетов мы вряд ли решим ту проблему, о которой вы говорите. Она настолько большая и сложная, что даже если мы создадим еще пять или семь специализированных медицинских национальных университетов, мы все равно этого не решим. Почему? Потому что ведь проблема технического перевооружения, она не упирается только в кадры. Кадры, безусловно, нужны. Но вот когда мы начали поставлять, скажем, оборудование для поликлиник, для амбулаторно-поликлинической сети в рамках национального проекта, кадры-то были те же самые, значит, разные, вы тоже знаете. И молодые, значит, врачи, и наши доктора преклонного возраста. Но что мне тогда очень понравилось и даже в известной степени поразило, это то, что они быстро научились работать на этом самом оборудовании. И вот когда я заезжал, допустим, в какую-то небольшую деревню или даже практически малонаселенные места, и видел, как стоят довольно сложные приборы, и ходят вот эти бабульки, которые, казалось, до этого в руках держали только градусник там и, может быть, другие элементарные приборы, значит, они довольно ловко всем этим манипулируют. Это означает, что у нас люди обучаемые, талантливые, толковые. Поэтому проблема не только кадровая. Но я согласен, конечно, нужно и на кадровое обеспечение обратить самое пристальное внимание. И национальные университеты здесь один из ресурсов, но не единственный. Более того, на мой взгляд, даже если медицинский вуз не имеет статуса национального университета, он может выпускать блестящих специалистов, врачей. Вы же не в национальном университете учились. Вы себя считаете уже хорошим специалистом? Ну вот, все в порядке. Поэтому кадры – это важно, это действительно, может быть, важнейшая составляющая успеха. Но нужно создавать еще и соответствующие формы, в которых будет происходить технологическое перевооружение медицины. Вот вы упомянули импортозамещение и фармацевтику. Очень трудная отрасль. Потому что в советский период мы выпускали много своих лекарств посредственного качества, но эти лекарства распределялись практически по аптечной сети Союза СССР по фиксированным ценам. И был большой государственный заказ. Союз развалился, значит, цены стали меняться, потому что предприятия в рынок вышли. И на наш внутренний фармацевтический рынок хлынул вал иностранных препаратов. Некоторые из них качественные, некоторые не очень качественные. Но факт тот, что по сути эти препараты уничтожили наш собственный фармацевтический рынок. И наш бизнес стал разваливаться. И наша задача сегодня, поэтому это приоритет, спасибо, что вы о нем упомянули, в рамках технологического развития нашего государства, добавить денег, собственно, в нашу фармацевтическую промышленность. Создать такие условия, чтобы создавались современные передовые предприятия, которые будут выпускать современные препараты. Я, когда начал немножко интересоваться этой темой, был поражен одной цифрой, которая для меня была просто очень неожиданной. Во-первых, я не знал, сколько создается в год принципиально новых лекарств. Мне, как обывателю, ну в этом вопросе, казалось, что их там создают сотни, тысячи. Ничего подобного. Принципиально новых препаратов в год создается в мире штук 10. И каждый препарат этот стоит приблизительно миллиард долларов. Вот для меня это было удивительным. Почему я об этом говорю? Потому что мы должны научиться конкурировать и в этой сфере. Просто выпускать уже современные препараты на основе так называемых международных непатентованных наименований или выпускать так называемые дженерики. Вам не знаете, что это такое. Это, не все, наверное, знают. Но это, в общем, лекарства, которые, по сути, соответствуют по своей химической формуле другим лекарствам, но выпускаются под другим названием. И, как правило, фирмами из не очень популярных стран. За счет этого у них стоимость ниже, чем у более известных лекарственных препаратов. Так вот, просто вот это наладить, это уже будет для нашей страны очень важно. Я вчера, кстати, встречался с министром здравоохранения, и она мне доложила, что у нас уже определен список из 50 наиболее важных стратегических препаратов, которые должны выпускаться в нашей стране. Всего, по-моему, 56 будет. И список из 500 препаратов, которые мы тоже обязаны выпускать в своей стране. Но это так называемые основные препараты, которые, ну, что называется, в каждой семье должны быть. Вот по этим спискам или под эти списки и будут создаваться новые производства. Вот. И вот я надеюсь, что это существенно изменит ситуацию. Мы должны обеспечить лекарственную независимость нашей страны. По основным препаратам, конечно. По дорогим препаратам, по редким препаратам. Вовсе не обязательно их производить, их можно покупать. Вы знаете, у нас есть и система оказания помощи по дорогостоящим препаратам, по семье, так называемым, нозологиям. И там как раз препараты дорогие, лечение отдельных пациентов, отдельных больных обходится в десятки и сотни тысяч долларов в год. Значит, но это государство взяло на себя, и так, в общем, поступает во всем мире, потому что люди не способны такие деньги платить за лекарства. Пожалуйста. Так, значит, ну, теперь чуть-чуть наверх. Молодым людям надо до слова. Вот молодой человек тянет руку. Вы? Добрый день. Пожалуйста. Почелков Александр, Томский государственный университет, радиофизический факультет. Если модернизировать экономику за счет науки, то необходимо модернизировать саму науку, причем в ее зачаточном состоянии. То есть, на мой взгляд, это неприемлемо, когда студенты очень редких профессий, ну, специальностей, например, как радиофизик, занимаются на оборудовании 50-летней давности, 30-летней давности. Если необходимы инновации, инновации должны быть уже в университете и должны исследоваться самими студентами в процессе обучения. Как эту проблему можно решить в ближайшее время? Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, как решить? Деньги вкладывать в это? Другого рецепта нет. Значит, отбирать мы ни у кого не сможем, это современное оборудование. Значит, нужно деньги вкладывать. За последнее время мы все-таки, объективности ради, надо признать, кое-что сделали в этом направлении. Во всяком случае, в рамках того же самого нацпроекта и последующих решений в общей сложности на перевооружение технической базы университеты... Александр Александрович, сколько получили денег-то у нас? Больше миллиарда долларов. Значит, можно не продолжить. Значит, короче говоря, это немало уже, но это не значит, что у нас исчезло старое оборудование, я, собственно, с этого начал. Конечно, невозможно учиться в современном университете, используя оборудование 30-50-летней давности. Это не значит, что это за последнее время образовалось. На самом деле, когда я учился, я, правда, на гуманитарном факультете учился, но я одно время работал у отца в институте технологическом, ну и вообще просто смотрел за тем, как происходит учеба в конце 70-х, начале 80-х годов. Старья и тогда было очень много. Идеализировать не следует. Но сейчас, конечно, нужно обязательно вкладывать деньги в современное лабораторное оборудование. Значит, для этого государство будет продолжать бюджетное финансирование, но, помимо этого, я надеюсь, что все-таки будут начинать развиваться университетские эндаументы, вот о которых мы не так давно принимали решение, и будут вкладываться деньги в лабораторную базу, ну и вообще в университетскую материальную базу со стороны частных спонсоров и просто даже выпускников университета. Во всем мире это очень серьезный ресурс. Ну вот мы вчера ехали, как раз рассуждали в отношении эндаументов, допустим, американских. Понятно, нам до них очень еще далеко, но с чего-то начинать надо. Конечно, вот, я не помню, где, там, цифра эндаумента была порядка, по-моему, 30 миллиардов в Гарварде. Ну вот в Гарварде, значит, 30 миллиардов. Что такое 30 миллиардов долларов эндаумента? Значит, если даже взять 5-процентный годовой доход, а вы знаете, эндаумент обычно не расходуется, это просто база финансовая, на которую получаются доходы. Можно прикинуть, значит, 5%, соответственно, 30 миллиардов, это полтора миллиарда долларов. Так, да? Полтора миллиарда долларов просто возникает за счет доходов на этот эндаумент. Даже если наши университеты, ведущие, создадут эндаументы хотя бы по 100 миллионов долларов, уже будет здорово. Значит, и вот это, мне кажется, очень важная вещь. Я призывал и призываю всех наших крупных бизнесменов просто вкладываться в родные вузы. И они это делают. У каждого университета есть своя вот такая бизнес-диаспора, которая когда-то была с ним связана. Мне кажется, совершенно по-нормальному, по-честному, если люди, которые любят свою альмаматор, придут и положат деньги. Не обязательно миллионы, но какие-то деньги. Я об этом неоднократно говорил. Знаете, у нас чувство какой-то такой закомплексованности в отношении пожертвований. За границей выпускник не считает зазорным родному университету отправить в конверте доллар. У нас как бы скажут, ну что, совсем что ли, какой там доллар, это издевательство. Значит, а на самом деле благотворительность начинается с малого. И у университетов должна быть своя поддержка не только бюджетная. Вопрос в пропорциях. Наверное, финансирование, скажем, перевооружение материальной базы университета должно идти, ну, в большей степени за счет государства и в меньшей степени за счет частных пожертвований, но они тоже должны быть. Не говоря уже о малых предприятиях, вот мы только что ходили по университету, смотрели, значит, как работают эти малые предприятия, созданные по недавно принятому закону. И я, честно говоря, с радостью услышал, что уже немалое количество здесь создано малых предприятий. Сколько у вас? Десять. Да, и три в этом году. Если университеты будут создавать их, это тоже дополнительная возможность поменять лабораторную базу, потому что за счет этого можно приобретать оборудование. Вот из разных источников и нужно это делать. Так, я вам обещал, обещание нужно исполнять. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Чапизубов Максим, Национальный исследовательский ядерный университет, город Северск. Говоря об атомной промышленности, так же остро стоят проблемы развития и продвижения инновационных разработок. При этом, в силу своей специфики, данная технология относится к так называемым технологиям двойного назначения, что существенно затрудняет работу инновационных компаний. В частности, переду примеры технологии получения фтора. Вопрос в чем? Существует ли возможность хотя бы в рамках СНГ упростить механизмы взаимодействия, взаимодействия между инновационными предприятиями в сфере развития, взаимодействия с данными технологиями? Вы имеете в виду взаимодействия наших предприятий ядерного цикла в целом и СНГшных, или что? Нет, здесь речь идет об малых инновационных компаниях, которые данные процессы, которые являются побочными в атомной энергетике, могут адаптировать и построить на них инновационный наукоемкий бизнес. Если вы мне задаете такой вопрос, существует ли возможность, я вам сразу отвечу, что существует точно, потому что наша бюрократия уникальна, и можно испортить практически любое начинание при желании. То, что это можно упростить, у меня сомнений не вызывает. У нас, по-моему, сегодня нет Кириенко здесь, но есть другие, уважаемые товарищи. Я просто дам поручение, чтобы они подумали, что можно сделать для того, чтобы эту сферу максимально дебюрократизировать. Но, конечно, при понимании того, о чем вы сказали, что это сфера двойных технологий, и свои интересы мы должны блюсти. Спасибо большое. Стрежнева Татьяна, магистр Томского политехнического. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие качества характера помогли вам достичь успеха в жизни? Спасибо. Хороший вопрос. Вредность. Да нет, я шучу, конечно. Я не вредный, я хороший. Значит, вы знаете, если говорить серьезно, то достаточно очевидные качества помогают любому человеку достигать успеха. Это упорство. Оно иногда даже может переходить в упрямство, в чем я, кстати, тоже не вижу уж большой беды, если это на благие цели расходуется, что называется. Но вот упорство, мне кажется, исключительно важное качество для того, чтобы достичь жизненного успеха. Это с одной стороны, ну а с другой стороны нужно голову прикладывать ко всему, что ты делаешь. Стараться просчитывать последствия собственных поступков. Вот если так поступать, то тогда все будет хорошо, я вам этого желаю. Вот над министром нашего образования и науки молодой человек. Орлов Дмитрий, Медицинский университет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, меня как студента медико-биологического факультета интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как лично вы видите будущее научных исследований и разработок в области биотехнологий в России? Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы наши исследования в области биотехнологий вышли на мировой уровень, потому что биотехнологии, судя по тем популярным публикациям, которые я могу прочитать и освоить, это все-таки по сути то, что будет формировать научный облик нашей планеты в 21 веке. Вот поэтому я надеюсь, что мы сможем придать этой работе системный характер. Собственно, поэтому в том числе исследования в этой сфере отнесены к числу приоритетов, которыми мы занимаемся. Значит, но истина всегда конкретна, поэтому, опять же, нужно вкладывать в это деньги и, на мой взгляд, заинтересовывать в этих технологиях бизнес. Потому как надежда на государство – это важная штука, но нужно, чтобы крупные компании, в том числе компании, которые занимаются выпуском лекарственных препаратов, компании, которые, казалось бы, вообще занимаются другими вопросами, не связанными с биотехнологиями, вкладывали бы сюда свои копеечки. И это еще такая воспитательная вещь. Тот, кто вложил деньги в какой-то бизнес-процесс, обязательно будет стараться довести его до логического завершения. Почему я очень рассчитываю именно на приход частных инвестиций. Государство довольно скверный инвестор. Государство может взять масштабом, сконцентрировать большие деньги, но потом государство не способно проконтролировать, что с этими деньгами происходит. Во всяком случае, у нас этот опыт пока скорее негативный. А вот частный инвестор, даже если он пожертвовал 5 тысяч рублей, он все равно будет очень внимательно следить за тем, куда его деньги пошли. Поэтому вот такой синтез между государственными инвестициями и частными инвестициями для биотехнологий, как и для других, конечно, приоритетных сфер, мне представляется абсолютно правильным. Но что касается отдельных направлений биотехнологий, то здесь мне, наверное, трудно что-то сказать. Вы это сами лучше меня знаете. Куда лучше вкладывать деньги? Что с этим делать? Если получится, подскажете потом. Так, ну что, пойдем дальше теперь в обратную сторону. Значит, давайте, ребята, вот теперь снизу откуда-то. Пожалуйста. Разве все, уважаемый господин президент, меня зовут Чун Док Чун, я гражданин Вьетнам, я магистром факультета автоматики и вычислительной техники ТПУ. У меня такой вопрос. Я знаю, что на нашей кафедре выполняется договорные научные работы, но, к сожалению, мы иностранные студенты, у нас нет возможности трудоустроиться во время учебы. Мне помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Спасибо. Интересная информация, спасибо. Во-первых, я хотел сказать, что вы блестяще владеете языком. Это приятно всегда для тех, кто в основном на этом языке разговаривает. Это означает, что вы трудолюбивый студент, и у вас есть вот то самое качество, о котором меня спрашивали. Это упорство в достижении цели. В отношении хоздоговорных тем. Честно сказать, я об этом не знал. Это какое-то ограничение, которое существует в рамках законодательства, что ли, Андрей Александрович? Вы знаете, я думаю, что это абсолютно правильная постановка вопросов, потому что наши иностранные студенты – это такие же студенты российских вузов, которые, кстати, еще и находятся в более трудных условиях, чем наши студенты, потому что это все-таки не родная страна. Давайте сделаем поручение на эту тему подумать об изменении миграционных правил именно для студентов, потому что я надеюсь, что речь пойдет о хоздоговорных темах, а не о том, чтобы открыть параллельный бизнес по торговле предметами широкого потребления. Если это хоздоговорные темы на кафедре, то это точно не та тема, по которой государству следует вводить ограничения. И давайте позанимайтесь этим вместе с Министерством внутренних дел, вместе с иммирационной службой, ну и с МИДом тоже. Так, значит, ну пошли выше. Кто? Мне, понимаете, очень трудно сказать «вы», потому что сразу встают три человека. Вот кто встанет, тот и прав. Лобанова Дарья, Сибирский государственный медицинский университет, педиатрический... У нас одни медики прямо здесь, или медики самые активные, но это, в общем, нормально. Пожалуйста, Дарья. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, ну там, где много студентов, там обычно появляется вскоре много детей, вот, и вообще в последнее... Молодец, правильно. Даже не вопрос, а констатация. Вообще в России была проведена программа по увеличению рождаемости, но появилась проблема с детскими дошкольными учреждениями. Их не хватает, и те, которые сейчас есть, они находятся в не очень хорошем состоянии, особенно в Сибири, то есть у нас детские сады холодные. И многие здания, в которых были раньше детские сады, в них сейчас абсолютно другие организации, и абсолютно не относящиеся никак к детям. Скажите, пожалуйста, какая работа ведется по улучшению и по увеличению количества детских дошкольных учреждений? Мною ведется работа на эту тему по промыванию мозгов губернаторам в отношении возврата фонда детских дошкольных учреждений. Ну, вы правильно поставили диагноз. К сожалению, в 90-е годы вот этот детский дошкольный фонд, он был, по сути, распродан. Годы были трудные, я не хочу никого обвинять, но, конечно, поступили, что называется, не по-государственному, абсолютно без расчета на то, что мы сможем заняться по-серьезному демографической проблемой, в том числе и студенты тоже. Поэтому сейчас что делается? Я стараюсь всегда своим коллегам, которые в регионах этим занимаются, говорить о том, что если есть возможность восстановить юридическую справедливость и, скажем, какие-то объекты были криво проданы или приватизированы, значит, надо это сделать. Надо привлечь прокуратуру, суд и постараться эти детские дошкольные учреждения вернуть. Второе, конечно, надо строить новые, строить современные, строить теплые и приспособленные для детей. Такая работа идет, но надо признаться, что мы, к счастью, столкнулись с тем, что рост народонаселения у нас опережает быстроту создания детских дошкольных учреждений. Понимаете, у нас даже в 90-е годы распространилось мнение такое, ну, видимо, от бедности, что и нет смысла отдавать детей в детские сады, дома посидят там и так далее. А сейчас все, в общем, занимаются и своей карьерой, особенно это связано с студенческими годами, и там последующей работой. И, конечно, садики, и ясли очень нужны. Вот поэтому нужно больше строить. Значит, в принципе, во многих регионах приняты даже специальные программы в рамках бюджетов регионов по созданию сети детских дошкольных учреждений, по приспособлению тех зданий, которые имеются, и по созданию новых. Ну и, наконец, третье, что, на мой взгляд, тоже важно, если речь идет о достаточно крупных компаниях, то они, откровенно говоря, могли бы тоже в этот процесс включиться. Вовсе не обязательно всю социальную сферу вешать на государство. Тем более, что управляются зачастую эти детские дошкольные учреждения самими компаниями. Поэтому они тоже должны принимать участие в создании детских садов, детских дошкольных учреждений, поскольку это тоже способ привлечь квалифицированную рабочую силу. Потому что, если люди пришли работать, они рассчитывают на то, что с соответствующим предприятием будет связана значительная часть их жизни. А это садик, школа и медицинское учреждение. Вот три направления. По всем трем нужно действовать. Пожалуйста. Так, ну вот, такой румяный молодой человек с бородой рядом с вами. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Во-первых, наверное, от всех присутствующих хотелось бы сказать спасибо за то, что вам дали такую возможность. И вас спасибо. Меня зовут Проникат Михаил, я студент педагогического университета. Вот прекрасно. Меня как будущего педагога интересует вопрос, какие средства, по-вашему, мы можем включить для того, чтобы поднять престиж педагогической профессии в России? Средства, вы имеете в виду деньги или же какие механизмы? Какие механизмы, скорее. Механизмы, понятно. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мы на самом деле тратим на образование немалые деньги. В общей сложности, если посчитать, то это гигантские суммы. Я так понимаю, что у нас это суммы, которые измеряются триллионами в общей сложности. Триллион шестьсот. О чем это говорит? Это говорит о том, что деньги в образовательной системе имеются. Но расходуем мы их зачастую нерационально. Точно так, кстати, как и в медицине. Денег много, а расходуем в тупую, иногда просто по-дурацки. Значит, какие механизмы нужно использовать? Ну, собственно, часть этих механизмов мы уже создали, сейчас пытаемся их внедрять на практике. В частности, нормативно-подушевое финансирование. Оно дало все-таки, как способ финансирования деятельности педагогов, неплохой результат в целом ряде регионов. У нас было пилотных, напомните мне, сколько, 31 пилотный регион был. И значительной части этих регионов использование нормативно-подушевой системы финансирования труда педагогов и отраслевой системы оплаты труда привело, ну, в некоторых случаях, к кратному увеличению зарплаты. Это все равно не так много, но по сравнению, скажем, с несчастными пятью тысячами, там уже это привело к тому, что педагоги получают в школе 15-20, а в крупных городах и 25-30 тысяч. Это уже шаг вперед. Значит, но это не все. Значит, вторая важнейшая вещь – это жилье. И вот здесь, может быть, даже, особенно это важно для молодых учителей, для молодых педагогов, чтобы у них была перспектива получения жилья. Это соответствующие ипотечные программы, которые должны реализовываться в каждой территории. Но, с учетом того, что учителя – люди небогатые, и они не способны будут платить эту ипотечную ставку еще довольно долго, обязательно должно быть софинансирование по линии регионов. Вот, Виктор Михайлович, сколько вы там доплачиваете? Ипотечную ставку целиком компенсируете для бюджетников? Три года процент компенсирует? Сидите. Три года. Но сейчас думаем над тем, чтобы за них нести первое взнос. Ну вот, значит, просто это один из примеров того, что каждый регион должен продумывать систему компенсации ипотечной ставки. Значит, естественно, строить жилье эконом-класса. Неважно, кстати, в городе или на селе. Значит, на селе должны также подключаться работодатели. Потому что, ну, это, конечно, отдельная проблема создания новых рабочих мест, создания новых производств на селе. Но, в принципе, традиционно жилье на селе строили колхозы, совхозы, то есть те, кто там развивал свой бизнес. Вот, поэтому отраслевая система оплаты труда, жилье и полноценное медицинское страхование, медицинские услуги, которые должны учителям гарантироваться. Вот это способ привлечь в школу современное поколение педагогов. А эта задача вы отлично знаете, потому что сейчас стоит, ну, просто максимально остро. У нас молодежь в школе, ну, молодые педагоги составляют около, там, 10%. И реально это просто создает проблемы, потому как мы вынуждены держать в школе тех, кто, может быть, давным-давно хотел бы отдохнуть. И в то же время, значит, создаются проблемы с приходом молодых педагогов, молодых кадров в школу. Я думаю, что вот если мы по трем направлениям сделаем какие необходимые шаги, все придет в движение. В любом случае, я хочу сказать, что вот эти национальные проекты, о которых мы уже сегодня несколько раз говорили, они все-таки привнесли определенное оживление в школьную жизнь. Жизнь стала в этом смысле, ну, такой более полноценной. Я вот вспоминаю, как мы начинали все это, ведь в школах даже не было лабораторного оборудования никакого. Значит, все эти колбы с пробирками были разбиты давным-давно, значит, физические приборы. Вы на кого учитесь-то? Психология. Ну, вам колбы не нужны, вам нужно смотреть в глаза. Так вот, лабораторное оборудование, оно же было совсем такое жуткое. Мы все-таки переоснастили, школы поставили туда современное, достаточно приличное оборудование, практически все школы его получили, это здорово. Значит, транспорт, особенно это актуально для сельских населенных пунктов, значит, реализовали эту программу «Школьный автобус». Вначале у меня было ощущение, что это все не пойдет, что денег не найдем, автобусы у нас так себе. Нашли деньги, молодцы регионы, надо их похвалить, подключились к этой программе. Практически в каждой территории есть свой школьный автобус, ну, в смысле, своя программа, и довольно значительное число школьников доставляется к местам обучения на автобусах. А для села это крайне важно. Тем более, вы знаете, есть проблема малокомплектных школ, и в ряде случаев все-таки мы вынуждены идти на то, что объединяем малокомплектные школы в более такую солидную школу. Это хорошо, потому что тем самым мы улучшаем уровень образования. Когда один педагог ведет и физику, и пение, и химию, и рисование, понятно, что он не всеми этими навыками владеет блестяще. А все-таки в больших школах это сделать проще. И гораздо легче в этом случае доставить ребенка, скажем, на занятия в такую школу, пусть это даже будет полчаса дороги, чем он будет ходить в свою родную сельскую школу, где почти ничего нет. Но это не значит, конечно, что мы должны отказываться от малокомплектных школ. Отдельная тема, не будем сейчас утомлять аудиторию. Вот этим надо заниматься. Пожалуйста. Так, девушки, вы так втроем сидите, можете задать вопрос, но не хором. Вот вы, да, ваш рядок. Я сколько с вами общаюсь-то уже? Ну, кулача. Еще немножечко есть время. Ну, ладно. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Анна Госякова, Томский политехнический университет. И я не буду вам задавать вопросов никаких. Я хочу просто вам выразить благодарность за поддержку науки. Причем науки не только технические, да, с какой-то технологической стороны, сферы, но также гуманитарной отрасли. Потому что, как, ну, все мы, наверное, понимаем, то, что развитая страна, она как-то не должна все-таки развиваться однобоко, да? Конечно. Вот, и нам очень приятно, то, что есть такая поддержка. Вот мы знаем на себе, вот с моей нагруппницей. А вы на кого учитесь-то? Я учусь на менеджменте организации. А, понятно. Но это не по учебе, а по научной деятельности, по исследованиям. Мы выиграли грант президента на наши исследования. Поздравляю вас. Да, очень приятно, что есть такая поддержка. И хотелось бы, чтобы и дальше она была не только с технологической стороны, но и с гуманитарной. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое за добрые слова. Это, на самом деле, очень важно и для меня тоже. Спасибо. Так. Ну, давайте вверх поднимемся чуть-чуть. Там вот молодые люди, кто-нибудь из вас, кто первый встал, тот и прав. Севастенов Евгений, Томский государственный университет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сейчас много говорится о модернизации экономики. Существует комитет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики. Соответственно, этим комитетом выработаны некоторые проекты. И мне бы хотелось бы задать вам вопрос. Как планируется участие вузовской науке в этих проектах? Ну, потому что, с одной стороны, там ответственными исполнителями являются, ну, разное министерство и организации. В частности, если министерство образования, то это понятно. Так или иначе, вузовская наука будет там присутствовать. А если там, скажем, является Роскосмос или там ФСБ России, как нашим коллективам молодежным, которые есть в ТГУ, можно встроиться в эти вот программы? Существуют ли механизмы? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что это зависит от нашей скоординированности. Естественно, что у молодых коллективов должна быть возможность встроиться не только в программы по линии вузовской науки, но и в отраслевые, вы это имеете в виду, да, программы? Значит, так, да? Да. Значит, поэтому я думаю, что здесь просто нужно подумать над созданием механизма, который позволит привлекать молодые перспективные научные кадры в отраслевую науку, даже если это, допустим, скажем, университеты, не связанные с этой системой, да? Вот, значит, но это вопрос, который нужно делать по всей вероятности, в данном случае, на уровне правительства. Александр Александрович, можно было бы подумать о чём? Значит, вот чтобы такого рода программы можно было скоординировать, может быть, вам нужно будет подготовить какой-то совместный документ с основными структурами, которые вне системы Министерства образования и науки этим занимаются. Значит, ну, какой-то совместный приказ, я не знаю, для того, чтобы открыть доступ. Но не ко всем, конечно, темам, там есть абсолютно закрытые темы, но те темы, по которым наши студенты могут поучаствовать, может быть, это было бы правильно. И тогда вы можете создать инструмент для того, чтобы они приняли участие в таких конкурсах и предложили свои идеи. Ну, вот, значит, если с Росадомом по суперкомпьютерам ведётся, то с Роскосмосом её можно наладить и даже с ФСБ можно наладить. ФСБ я лично передам. Спасибо большое. Как ваша фамилия? Севастедов Евгений. Спасибо. Так, ну что, давайте теперь этот сектор. Давайте вы. Я, конечно, имел в виду девушку, да, но если вы ей отдадите микрофон, то будет, наверное, по-джентльменски. Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич, Кривовяз Наталья, Томский политехнический университет. Так много было сказано об инновациях, что хотелось бы уже упомянуть о культуре и о её развитии. И я думаю, что первым шагом в поднятии именно этой культуры в Томской области было бы строительство консерватории. Вот, и смогли бы вы заложить первый инициативный кирпичик в фундамент нашей консерватории, как когда-то Александр I заложил этот кирпичик в Томский государственный университет. Спасибо. Спасибо, Наталья. Вы знаете, если мы сейчас решим, откуда деньги взять, я с удовольствием этот кирпичик заложу, хоть сегодня. Давайте подумаем просто, на какие средства построить консерваторию. Я на эту тему не разговаривал с Виктором Мельхиоровичем, но у нас ещё запланирована встреча после общения с вами. И мне очень приятно, что вы эту тему сейчас затронули, потому что действительно наша жизнь, она всё-таки не сводится к одним инновациям, хотя нам этого точно не хватает. У нас отсталая экономика, и, к сожалению, в этом смысле далеко не самая лучшая наука. Но культура – это не менее важная часть нашей жизни. Если вам не хватает консерватории, давайте подумаем, откуда найти деньги. Значит, если мы их сейчас придумаем, то тогда кирпичик за мной, это без проблем. Спасибо. Кстати сказать, я вообще считаю, что вот такого рода инициативы, они очень полезны. Вот я сейчас об эндаументах говорил. Мне сказали, что кто-то из вузов зарегистрировал эндаумент. Вы зарегистрировали как раз. Счёт. Счёт открыли позавчера. Деньги лежат на нём, нет? Счёт. Ну, хорошо. Значит, вот, чтобы поступить, что называется, по совести, я публично объявляю, что готов положить на ваш эндаумент первый взнос из своей зарплаты. Спасибо. Так, ну ладно, пойдём дальше. Ну, давайте наверх там, пожалуйста. Ну, вы вставали уже, мне даже не очень. Пожалуйста, давайте, хорошо. Вам тоже дам слово, ладно. Здравствуйте. Меня зовут Никитин Вадим, я студент пятого курса Томского политехнического. Дмитрий Анатольевич, у нас в ТПУ ведётся очень активная поддержка инновационного предпринимательства. И, как уже было выше сказано, хорошо работает 217-й федеральный закон. У меня такой вопрос. Предусматриваются ли какие-либо льготы для вновь созданных малых инновационных предприятий? Спасибо. Вы знаете, эти льготы существуют, но они, на мой взгляд, довольно эфемерные. По сути, ну их, если же так по-честному, их почти нет. Значит, поэтому, собственно говоря, мы сегодня приехали сюда большой командой для того, чтобы поговорить о целом пакете льгот и налоговых, и иных по поддержке, ну экономических в широком смысле этого слова, по поддержке предприятий инновационных, в том числе и малых инновационных предприятий. Вот мы сейчас об этом поговорим, потом вам расскажем. Спасибо большое. Пожалуйста. Я вам обещал просто, раз вставали, вот молодого человека с красным галстуком. Я просто у вас микрофон забрал, чувствую, что поступил нехорошо. Добрый день. Привет. Меня зовут Дмитрий. Я студент Тесура. Да. И последние два года занимаюсь тем, что строю технологическую компанию. Молодой стартап. Да, мы дошли до определенного этапа, и теперь хотели бы выйти на международный рынок. С этим мы столкнулись с определенными преградами, и хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь инструменты помощи для выхода молодым компаниям на международный рынок для того, чтобы экспортировать свою продукцию. Хадим, вы скажите, какие инструменты вам нужны? Ну, то есть, хорошо, к примеру, мы посещали несколько стран и увидели, что страны создают в таких центрах, как Сингапур или Силиконовая долина, специальные бизнес-инкубаторы для поддержки проектов из их стран. Оказываем некоторый консалтинг, некоторые действия и так далее. Возможно ли создание таких центров в центрах международной торговли или IT, либо биотека от России для помощи вот таким компаниям? Здесь или там? Там. Понятно. Значит, ну я думаю, что все возможно. Вопрос только в том, чтобы был какой-то рынок, на который мы рассчитываем. Значит, просто так создавать смысла, наверное, не имеет. Значит, если мы имеем в портфеле некий набор предложений, которые рассчитываем продать, то тогда создание такого рода центра, наверное, возможно. Надо просто подумать, какие профильные компании, например, к вашему бизнесу можно было бы привлечь. Может это быть тот же самый Роснанотех или что-то другое, я просто не знаю, чем вы занимаетесь. Но, в принципе, для продвижения наших продуктов такого рода центры создавать, наверное, нужно. Но, еще раз повторяю, для этого, как мне представляется, нужно понять, какой потенциальный рынок, на что мы ориентируемся и что у нас в портфеле. Просто, чтобы не наплодить бюрократов, у нас это, знаете, моментально происходит. Вот только скажите, что вам нужно создать в Сингапуре какой-нибудь центр. Всегда найдется десяток людей, которые с удовольствием поедут туда осваивать бюджет. Значит, но нам же не это нужно, нам нужно, чтобы просто наши разработки начали продаваться. В Сингапуре, кстати, уникальная абсолютно бизнес-среда. Вы были там? Нет, вот я недавно был. Могу вам сказать, что у меня очень такие мощные впечатления. Потому что они достаточно быстро скакнули из отсталой, коррумпированной страны, у которой ничего, собственно, своего не было, в один из финансовых и технологических центров. И сделали это за счет правильного юридического режима, режима законодательства и за счет грамотной работы с чиновниками. Вот это у них получилось здорово. Я смотрел там, как, допустим, работает система регистрации новых компаний. Ну, просто феноменально. За семь минут в моем присутствии зарегистрировали, в прямом смысле этого слова, ресторан русской кухни. Для этого нужно было просто сесть у компьютера, вбить кое-какие данные, направить, правда, запрос на лицензию по торговле алкоголем, потому что вроде ресторан без этого не должен быть. А если бы этого не было, то даже и не нужно было запроса направлять. И в течение буквально десяти минут результат появляется. А сколько у нас уходит на это времени, вы сами знаете, потому что вы занимаетесь этим. Вот поэтому, если что-то создавать, то под конкретный набор идей. И должны быть профильные структуры, которые помогают в реализации. Вот этого нам не хватает пока. Будем двигаться дальше. Здравствуйте, меня зовут Робот Ли, студентка Томского государственного университета, экономический факультет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, выпускники каких специальностей будут наиболее востребованы на российском рынке труда в ближайшие, скажем, пять лет, в связи с модернизацией и технологическим развитием экономики страны. Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы это были представители прежде всего технических, инженерных специальностей, представители естественного научного цикла. Значит, вот именно их нам, на самом деле, сегодня очень не хватает. Но для того, чтобы они приходили уже в полноценные современные условия, нужно, конечно, менять условия и на рынке труда. Что же касается родных, мне скажем, юристов и экономистов, вы же экономист, да, то, конечно, для них тоже останется место для развития. Развитие, хотя за последние годы мы создали очень много новых университетов, которые занимаются выпуском специалистов гуманитарного цикла, и прежде всего юристов и экономистов. Я, когда заканчивал университет, всегда эту цифру привожу, у нас в Санкт-Петербурге тогда было два учебных заведения. Это было в 87-м году, которое готовило юристов. Это Санкт-Петербургский государственный университет, тогда ленинградский, значит, и высшая школа милиции. Значит, когда я уезжал из Санкт-Петербурга в Москву в 99-м году, их было уже 50. А население Санкт-Петербурга не увеличилось. Да, бизнес, конечно, изменился, сомнений нет, потому что вместо крупных госпредприятий возникло очень много маленьких компаний, где потребовались экономисты, юристы, и все это было здорово и хорошо, все зарабатывали деньги. Но все-таки, вы знаете, развитие нашей страны не должно происходить только за счет этого. Поэтому инженеры, специалисты в области компьютерных технологий, биологи, физики, химики, вот, собственно, те люди, которые должны, на мой взгляд, сформировать инновационную среду. Я не хочу никого обидеть. Ведь врачи нам тоже нужны, и педагоги тоже нужны. Так, ну вот, может быть, в эту сторону. Там вот я еще никому слова не давал. Пожалуйста. Здравствуйте, Елькин Артем, Национальный исследовательский ведерственный университет. Дмитрий Анатольевич, у меня к вам такой вопрос. Вот я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Есть разработка, хороший, перспективный, экономичный переходщик, который, ну, хочет ее купить. Предлагаешь, а он говорит, я вот сейчас не буду покупать, придешь, когда она у тебя будет готова. Я ее попробую, тогда, может быть, куплю. А для того, чтобы ему сделать такое, нужно исследование, которое стоит денег. Есть два варианта выхода. Либо ты обращаешься к инвестору, либо участвуешь в программах. Умник старт. Ну, первое. Инвестор дает деньги под проценты, и не всегда. А умник старт проходит, но не каждый день. Это вопрос. Как я могу сломать психологию, переубедить покупателя, чтобы он сейчас вложился, а потом получил прибыль со своих денег? Спасибо. Ну, есть разные средства сломать психологию, как вы сказали. Часть из них не стоит обсуждать в этой аудитории. Но если говорить серьезно, то, конечно, это может быть самая сложная проблема. Проблема психологического отторжения нашим бизнесом инновационного производства. Нежелание рисковать собственными деньгами. Вот именно то, о чем вы говорите. Значит, вот у меня есть идея какая-то. Значит, вы приходите к кому-то, говорите, дайте денег. Он говорит, нет, вот я дам только в том случае, если это будет уже в каком-то работоспособном виде, если я смогу это тиражировать, если будет полная коммерциализация, а до этого извини. И нужно идти в программы, а программ не хватает, естественно, они там не все покрывают. Поэтому единственное, на мой взгляд, что мы должны в этом плане делать, главное, скажем так, что мы должны делать, это менять психологию бизнеса. Именно это может быть самое главное. Причем не только крупного, но и среднего, и небольшого. Крупного в особенности. Потому что наш крупный бизнес, он, по сути, обязан всему государству, всему нашему обществу, нашей стране за то, что в какой-то момент на развалинах советской экономики возникли наши крупные предприятия. В основном, там, на 95% они возникли на базе того, что было. И теперь все-таки, на мой взгляд, пора давать долги. Но не в примитивном смысле этого слова поделитесь с государством чем-то. Нет, ни в коем случае. А именно путем вложения в высокотехнологичное, сложное и рисковое дело. Вот это как раз изменение мышления людей. Это действительно самое сложное. Значит, чтобы оно менялось, нужно несколько моментов. Во-первых, необходимо создание соответствующих законодательных условий. Где-то, наверное, изменение законодательства и налоговых параметров. Хотя это всегда очень сложная вещь. Вот мы сейчас, просто не хочу ничего предвосхищать, будем обсуждать эти вопросы. Потому что всякого рода изменение налогов или введение налоговых каникул, изменение налоговых ставок – это всегда, как вы понимаете, уменьшение доходов. А это для государства очень трудная штука. У нас есть бюджетники, у нас есть пенсионеры, по которым необходимо выплачивать все необходимые средства, все положенные средства. Значит, это раз. И второе – это все-таки создание правильных кластеров, где эти деньги могут достаточно быстро начинать работать. Это вот как раз та задача, которую государство должно делать вместе с бизнесом. Вот так. Я не договорил. Я прошу, хочу попросить у вас советы. Что мне делать? Я прихожу к человеку, предлагаю инновацию. Он говорит, у меня сейчас все хорошо, я произвожу, у меня покупают, мне ничего не надо. Я вам отвечу. Найдите другого человека. Значит, с этим вы каши не сварите. Значит, если у вас есть какая-то конкретная идея, вот здесь есть человеки, значит, может быть, они заинтересуются. Во всяком случае, расскажите, о чем идет речь, бумагу какую-то дайте, может быть, отдадим кому-то. Благодарю. Так, давайте, ну вот вы. Вы, да. Хасанов Алексей, дважды лауреат премии губернатора Томской области в области науки и образования, студент Томского политехнического университета. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уже сейчас существует проблема с электроэнергией. При развитии страны этот вопрос будет еще более острым. В связи с этим возникает такой вопрос. В этом развитии, чтобы как-то эту проблему решить, требуется введение новых мощностей. Будет ли построена атомная электростанция в Томской области для борьбы с этой проблемой? С энергодефицитом. Да. А вы сами-то хотите этого? Да. Так как я учусь на физико-техническом факультете и через две недели уже защищаю диплом по специальности оператора атомной станции. Особенно я хочу... Здорово. Так. Требования идут по нарастающей. Сначала найдите спонсора, но это еще туда-сюда. Постройте атомную станцию к моему выпуску. Это я вам точно не обещаю, но насчет атомной энергетики хочу сказать, что это абсолютный приоритет развития нашей энергетической сети, развития генерации, развития вообще наших энергетических возможностей. Мы специально вынесли атомную энергетику в число вот этих самых приоритетов в рамках комиссии. И поэтому на эту тему выделяются очень большие деньги. Мы снова начали строить атомные станции. Мы не делали этого достаточно долго. И у нас в проекте, вы сами знаете, довольно много станций. И внутри страны, ну мы, конечно, и за границей строим их. Значит, насчет Томской станции, значит, в программе это есть. Поэтому строить будем. Вопрос только в том, когда. У нас какие там сроки? У нас первоначально был 15-й год и 17-й. Первый энергоблок в 15-м году, в 17-м. Но сейчас, в связи с тем, что планировалось начинать по два энергоблока ежегодно, сейчас по одному… Немножко сроки сдвигаются. Но в любом случае, если это есть в программе, строить мы это обязательно будем. Потому что без атомной энергетики у нашей энергетики вообще будущего нет. Тем более, что мы все являемся, так сказать, участниками различного рода зелёных инициатив. И инициатив, направленных на снижение выбросов углеводородов, на снижение эмиссии парникового газа. А атомная энергетика – это как раз один из лучших способов борьбы с этим печальным явлением, в том числе и с потеплением климата. Хотя у вас в Томске это не ощущается, скажу вам откровенно. Когда приезжаешь сюда, начинаешь думать о том, что все разговоры о глобальном потеплении – это какая-то такая хитрая компания, которая придумана рядом крупных коммерческих структур для того, чтобы пробить какие-то бизнес-проекты. Так. Ну, первый ряд. Хорошо. Вы. Прошу вас. Не-не, вы всё-таки в микрофон, потому что иначе нас зрители не услышат. Дмитрий Анатольевич, вот уже на протяжении пяти лет я являюсь студенткой города Томска, очень горжусь этим и люблю свой педагогический университет. У меня очень много друзей и знакомых из ближнего зарубежья, которые также хотели бы учиться в России, так как у нас качественное и достойное образование. Я хотела узнать, а есть ли какие-то перспективы на расширение числа государств в СНГ, граждане которых могли бы получить образование в России бесплатным? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, на самом деле. Отвечу коротко. Перспективы, безусловно, есть. И я, когда встречаюсь с лидерами государств СНГ, за редким исключением, все они просят об увеличении числа стипендий или бесплатных, или частично финансируемых за счёт российского бюджета для своих студентов. И, в принципе, мы на это идём. В прошлом году, конечно, опять же, произошло некоторое замораживание, но я уверен, что это те инвестиции, которые окупятся сто крат. Потому что те наши студенты, ну, наши в широком смысле этого слова, которые заканчивают российские вузы, а потом разъезжаются в свои страны, ну, это близкие нам люди, которые впоследствии будут помогать нам выстраивать отношения, и при помощи которых мы сможем решать и многие российские задачи. Потому что это люди, которые говорят и в прямом смысле на одном языке, и у них один и тот же образовательный уровень, образовательные навыки. Поэтому это исключительно важная задача. Мы будем этим обязательно заниматься. И не только, кстати, в отношении студентов. Нас просят помогать и в подготовке военнослужащих для государств СНГ. Это тоже очень важно, потому что у нас и границы общие, и интеграционные объединения работают, и военные организации существуют. Поэтому всё это нужно делать обязательно. Так, даже не знаю уж, кому давать. Последний вопрос. Так, сколько я уже отвечаю на вопросы? Кто может сказать по-честному? Нет, по-моему, больше. Час 20. Сколько? Вот спросим у администрации. Сколько? Час 20. Ну, тогда давайте вот по-честному. 10 минут и по домам. Договорились. Ну, хорошо, раз на вас показывают. Кизия Фениамин, Томский политехнический университет. Вопрос следующий. Мы сегодня много говорили про инновации. Как вы относитесь к идее, чтобы объявить Томск центром инноваций? Прекрасно отношусь. А вы уже центр инноваций. Я вас объявляю. Если серьезно говорить, вот меня сегодня показали и здесь вот в политехе и в других местах тоже рассказывали на заводе, где мы были, о инновационных проектах. Вы знаете, так впечатляет. Вот по-честному, абсолютно я довольно часто же хожу на такие выставки, общаюсь и с молодыми учеными, и с теми, кто учится еще. Реально работающие разработки. Многие из них уже просто тиражируются. Ну, вот последняя разработка, как она там называется, извините? Это выключатель высоковакуумный, да? Да. Более 100 тысяч штук. Вот, выключатель высоковакуумный. Значит, более 100 тысяч штук. Ну, круто на самом деле. Видите, это вот на самом деле, по сути, ведь студенческая работа, я так понимаю, да? Начиналась как студенческая работа. 100 тысяч же экземпляров выпустили. Значит, приобретают и в России, и вне России, как я понимаю. Это показатель того, что все классно. Давайте. Хорошо. Так, ну, наверное, девушкам надо слово дать. Давайте. Ну, давайте. Чепрасова Елена, Томский государственный университет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Томск, как известно, молодежный, да, город, но он еще является и спортивным городом. Это подтверждается тем, что наши спортсмены защищают честь страны на международных спортивных аренах, на Олимпийских играх. Но при этом Томск испытывает дефицит спортивных сооружений, современных спортивных сооружений. У нас нет легкоатлического манежа, плавательного бассейна. Вообще ни одного плавательного бассейна? Нет, плавательный бассейн и есть. Нет современного 50-метрового бассейна, который... А полтинника нет? Да. Полтинника нет. Вот. И хотелось бы спросить, какие вообще у Томска перспективы в развитии вот именно спортивной базы Томска? Для того, чтобы мы могли заниматься спортом массовой физической культуры. Значит, ну... Спасибо. Спасибо большое. Я не думаю, что все-таки за последнее время ничего хорошего не произошло в области спорта в Томске. У нас практически везде, и у вас тоже в Томске новые спортивные сооружения вводятся. Что мне кажется очень важно для студенческого спорта? Вот нужно создавать тот самый кампус, о котором мы говорили, вы, по-моему, спрашивали. И в рамках этого кампуса как раз эти задачи и решать. Потому что студенческий спорт, он особый. Во всем мире студенческий спорт является основой для будущего профессионального спорта. Потому что тот, кто хорошо занимается в университете спортом, потом выступает на универсиадах и дальше, на олимпиадах и других соревнованиях. Поэтому эти сооружения, эти объекты должны быть приближены к университетам. Это крайне важно. Как это сделать? Только в масштабах кампусов. Значит, ну а кампусы, как я уже сказал, нужно строить. Это задача сложная. Будем этим заниматься. В любом случае, я как-то говорил на одном из совещаний, на мой взгляд, университет, даже блестяще подготовленный, с прекрасным преподавательским стаффом таким, он не является университетом, если у него нет своего спорта. И поэтому вот новые университеты, которые у нас возникли, где, извините, иногда только стол и стул, а своей лабораторной базы нет и нет базы для занятий физкультурой, на мой взгляд, у таких университетов перспектив немного. Надо обязательно строить свои спортивные сооружения. Многое в руках самих университетов. Надо спонсоров искать и затаскивать их в эти самые эндаументы для этого. Спасибо. Там какой-то такой лес рук с этой стороны. Не-не, вот я пока туда смотрю. Ну, давайте вот кто-нибудь из девушек, пожалуйста, вы. Добрый день, Агапова Анастасия, Томский государственный университет. Здесь уже освещался вопрос о том, что очень много ценных кадров у нас утекает за границу. Я хотела бы, чтобы сегодня также была затронута проблема по привлечению кадров из-за рубежа. И хотелось бы узнать, каковы действия государства по стимулированию данного притока именно в области в разрезе иммиграционной политики. Спасибо. Это очень правильный момент вы обозначили. Но как мы, на мой взгляд, можем действовать? Можем действовать, как я уже сказал, только методом убеждения. А убеждение заключается в создании комфортных условий. Для того, чтобы приехали, еще раз повторяю, нужно не только жилье давать и деньги платить, хотя это важнейшее. И если говорить по-серьезному, то процесс возврата все-таки идет. Многие наши специалисты, уехавшие туда, они все-таки возвращаются. Но, конечно, значительная часть из них уже там обросла обязательствами, семьи появились, есть университетская среда, в которой они общаются. И самое главное, они действительно пока видят огромные проблемы у нас, связанные, например, с тем, как заниматься наукой в нашей стране. На мой взгляд, это должна быть полноценная такая государственная программа, но если не федеральная целевая программа, то, во всяком случае, какая-то государственная программа, которая будет создавать инструменты для возврата хороших специалистов из-за границы. Но, если говорить предельно откровенно, тот, кто хочет трудиться на своей родине, он приедет. Это, знаете, как внутренняя потребность. На мой взгляд, гораздо важнее, чтобы меньшее количество людей уезжало туда. Потому что, если сейчас будет продолжаться такой мощный отток, это означает, что мы что-то делаем неправильно. Мы не создаем тех условий, которые должны быть. Так, значит, давайте теперь с этого боку. Давайте, молодые люди, пожалуйста. Наконец-то. Ну, извините, долго ждать пришлось. Меня зовут Ашихмин Алексей, я с ТГУ, факультет психологии. Товарищ президент, мне поручено факультетом задать вопрос. Вот очень много говорится об инновациях в научно-технической сфере. Вот, был на вашем блоге там 8 февраля, по-моему, подписали указ, и там как раз в указе написано прямо так, в научно-технической сфере награды за инновации. Но вот мы, как факультет психологии, в нас тоже вкладывают, мы не жалуемся сильно-то, но вот все-таки никаких наград нет. У нас, например, есть проекты, где мы там делаем предпринимателей. Я там являюсь лучшим такого проекта. И вот будет ли в будущем, какое место в психологии, в национальной идее, можно сказать, вот так вот в будущем, куда нам приткнуться? Спасибо. Спасибо. Знаете, Алексей, я на самом деле об этом очередной раз задумался, когда вручал государственные премии, вы, наверное, имеете в виду, молодым ученым. Там все премии были вручены не гуманитариям, а специалистам в области естественных, технических, точных наук. Но это объяснимо, потому что, в общем, наверное, там все-таки на создание такой серьезной работы уходит большее время. Я об этом говорю так легко, потому что я сам гуманитарий. И я все-таки могу сказать так по-честному, для того, чтобы написать какую-то работу, хорошую работу по гуманитарным наукам, требуется поменьше времени. Ну, если не говорить об каких-то особых открытиях, которые там как озарение приходят в голову людям. Поэтому я решил, что в одной номинации, так сказать, мы не будем эти премии давать и гуманитариям, и технарям. Но нужно продумать действительно систему поощрения за достижения в области гуманитарных наук, в том числе и психологии, конечно, тоже. Я думаю, что это может быть или еще одна государственная премия в области гуманитарных наук для молодых ученых. Может быть, это будет проще всего. Или система каких-то грантов. Ну, вот я посоветуюсь еще с министерством, потому что это уже не первый случай, когда наши коллеги там и юристы, и экономисты, и психологи говорят, ну а мы чего, совсем что ли, никуда не годимся. Там, конечно, будет очень большой конкурс, потому что у нас много людей, которые пишут на эти темы. Но для этого есть конкурсная комиссия. Обязательно продумаем систему поощрения. Это необходимо будет сделать. Но не только на уровне федеральном должна быть эта система поощрений. Это должно быть и на уровне территории. Это должны быть гранты на территориальном уровне от губернатора, от округа. Это, мне кажется, тоже обязательно необходимо делать. Как главнокомандующему можно. Можно, кстати, задать не только такие сложные вопросы, как вы задаете. Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые вы боялись пока задать, значит, их можно задать тоже. Значит, не только про науку, гранты, про инновации и так далее. Но если к главнокомандующему, то, пожалуйста, кто хотел мне задать вопрос к главнокомандующему? Василий Зорин, аспирант Тусура. Дмитрий Анатольевич, вопрос такого характера. Я учусь в аспирантуре, и моя тема диссертации связана с областью гражданской военной техникой. Стипендия аспиранта полторы тысячи рублей. Но это вопрос, наверное, Андрею Александровичу как раз. Когда ее будут поднимать и поднимут ли вообще. Но речь не об этом. Проблема в том, что нам могут выплачивать дальше деньги только за счет грантов. Для того, чтобы грант… Деньги за что? Ну, стипендий-то денег не хватает, кушать каждый день хочется, а полторы тысячи недостаточно. Я просто тогда не понял, как вы сказали. Нет, стипендия полторы тысячи рублей. Понятно, то есть стипендия маленькая, поэтому нужно другие деньги искать. Да, другие деньги нам могут только за счет грантов, которые мы на кафедре разрабатываем, проекты. Для того, чтобы получить грант, нам надо публикации. Публикации мы не можем делать открытой, потому что касаемо технологий двойного назначения. Соответственно, очень большие препятствия для получения грантов. А когда гранты приходят, умудряемся получить их, они очень маленькие. И это на самом деле системная такая проблема, и вот ее надо как-то решить. Я все-таки надеюсь, что вы в этом плане поможете, потому что хочется, чтобы мы вместе сделали нашу страну сильной. Спасибо. Спасибо. Значит, Василий, знаете, что скажу? Во-первых, стипендия аспирантов никогда не была уж сильно большой. Я тоже был аспирантом. Трудно, конечно, сопоставлять мои 100 рублей и нынешние полторы тысячи. Наверное, все-таки тогда на 100 рублей можно было побольше купить. Это правда на самом деле. Но я все равно в этот период работал в разных местах. Кстати сказать, вовсе не обязательно по специальности. Для того, чтобы какие-то деньги были. Это вообще не зазорно делать никому, и студентам, и аспирантам. Мне кажется, это нормальные трудовые навыки. Но вопрос вы ставите абсолютно правильно. Если критерием предоставления гранта является количество публикаций, а публикации являются закрытыми или их вообще нет, то это профанация. Чушь какая-то. Андрей Александрович, надо подумать, как поступить в такой ситуации. Может быть, какие-то дополнительные критерии ввести, каким образом гранты вводить? Критерии есть? Ну ладно, тогда разберитесь с конкретной ситуацией. Считайте, что это поручение мое. Почему последнее? Я разве что ухожу? Ну давайте, пожалуйста. Ваш последний. Первый и последний вопрос. Я так понимаю. Это можно, да. Анна Волкова, Томский государственный педагогический университет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, ну, коль вы позволили задавать разные тематики вопросы. Я вообще не запрещал с самого начала. Вот меня давно, ну, как обывателя, может, простого, волнует вопрос. Почему Михаил Саакашвили не пристал перед судом? Вот. Блеск. Вот я его понимаю. Теперь я знаю, что волнует обывателей в Томске. Хорошо бы, чтобы об этом узнал Саакашвили. Но, надеюсь, с учетом того, что трансляция ведется, сегодня ему об этом доложат. Спасибо большое. Просто как-то нечестно получается. Судят всех. А Михаила Саакашвили, который устроил настоящий геноцид нашего народа, даже не обратили внимания. Спасибо. Мне задали, конечно, вопрос в такой относительно ироничной форме, но, как ни странно, я с вами на сто процентов соглашусь. Каждый должен отвечать за свои дела. И по деяниям ему воздастся. Значит, поэтому, если ты что-то совершил такое, да еще в должности президента, за что нужно отвечать, ответственность рано или поздно наступит. Какая это будет ответственность? Я думаю, что, прежде всего, господин Саакашвили должен ответить перед своим народом, который он уверк в войну, обрек на жертвы, и в конечном счете все это привело к развалу его государства. Так. Ну, это такая серьезная тема. Может, есть что-нибудь еще такое, менее серьезное? Ну, пожалуйста, девушки, вот вы хотите? Пожалуйста. Здравствуйте. Игнатенко Ольга, Томский государственный университет. Возвращаясь к квартирному вопросу ипотеки, очень интересно, возможно ли снизить первоначальный взнос или какими-нибудь другими способами помочь молодым семьям в покупке жилья? Спасибо. Спасибо. Значит, первоначальный взнос, конечно, можно снизить, но первоначальный взнос, он не снижается в масштабах страны. Значит, это должны быть территориальные программы, вот только что Виктор Михайлович об этом говорил. Значит, по ряду категорий, например, в Томской области, просто отказаться от первоначального взноса. Я считаю, что, например, применительно к студентам, аспирантам и молодым специалистам вопрос о отказе от первоначального взноса, он может ставиться в практическую плоскость. Конечно, это зависит от бюджетных возможностей самого субъекта федерации, потому что это не происходит за счет федеральных денег, это происходит за счет денег территорий. Но для молодых специалистов, для студентов, мне кажется, это возможно, ну, по мере формирования условий для этого. То есть не только компенсация части или целиком ставки ипотечной, но и компенсация или частичная компенсация взноса первоначального. И по-хорошему еще нужно все-таки нам выходить на более длинные перспективы самого ипотечного договора. У нас, знаете, в психологии людей почему-то, ну, видимо, это наследие прошлого, как только появляются деньги, наши люди стараются максимально быстро загасить кредит, ну, тем самым лишая себя возможности этими деньгами как-то оперативно маневрировать. А вообще-то в условиях стабильной, нормальной, процветающей, дай бог, экономики, эти деньги нужно на другое тратить, на детей, еще на что-то. Вот, поэтому, чем длиннее у нас будут ипотечные кредиты, тем лучше, тем, естественно, просто меньше на это денег будет уходить. Вот, это задача, конечно, для банков и для того, чтобы совершенствовать макроэкономические условия. Потому что длинные деньги существуют только в экономике, где нет высокой инфляции. Так, ну что, вы что-то тоже волновались, волновались, давайте. Нет? Никакого волнения? Нет волнения, потому что вопрос не относится к теме инноваций, культуры и так далее. Вот просто, вот каково это быть президентом? Глупый вопрос, но похожий к нему вопрос. Вот президент для вас это... Это вопрос или не вопрос? Президентство для вас это хобби, миссия или обязанность? Это не сложный какой вопрос. Спасибо. Знаете, ну это точно не хобби, потому что я вам не желаю такое хобби иметь. Довольно сложное занятие. Значит, о миссии вообще рассуждать, наверное, неправильно, любому человеку. Об этом могут рассуждать только аналитики, которые осматривают его со стороны. Ну а что касается обязанностей, безусловно, это весьма сложная обязанность. Весьма сложная, ответственная обязанность, но это очень интересная работа. Так что, если из вас кто-нибудь хочет стать президентом Российской Федерации, я вам желаю в этом успехов, потому что вы не пожалеете. Это работа, которая стоит того, чтобы потратить на нее силы. Это интересная работа. И я не смогу, значит, помочь может только избиратель, ваша программа, ваше желание добиваться целей. Но на самом деле, вообще, планирование карьеры, мне кажется, для любого человека очень важно. Безотносительно того, кем вы хотите быть, хотите быть успешным ученым, педагогом, врачом, юристом или делать политическую карьеру, все равно нужно думать о своей карьере на несколько шагов вперед, тогда может прийти успех. Просто так, что бы там ни писали в газетах, ни писали в различных блогах о том, что кто-то взял и как ракета выстрелил, и вдруг оказался где-то, так не бывает. Поверьте мне. Значит, когда человек куда-то попадает, ну, в более-менее развитых условиях, это следствие довольно серьезного труда. И его нужно прилагать к своей собственной жизни. Именно поэтому я всем вам желаю вот того самого упорства в достижении своих целей. Все, продолжаем. Я думал, это, так сказать, типа, пора уже. Ну, давайте, так, вот три вопроса, чтобы по-честному, и финиш. Лады? Информатики, строители, ну, хорошо, я не знаю, задайте информатике вопросы, строители задайте. Добрый день. Он еще задаст. Меня зовут Фирсов Иван, я учусь на четвертом курсе ТГУ в факультете информатики, и у меня транспортный вопрос. Вот вы говорите о развитии экономики, но какая же развитая экономика без развитых транспортных путей? Идея строительства туннеля через Берингов пролив возникла еще в царской России. Как вы относитесь к этой идее? Ведь строительство этого туннеля позволит возникнуть большим потоком туристов, а также избавит от необходимости морских путей, а также сделает Россию межконтинентальным транспортным узлом. Это первый вопрос. И второй. Вот первый человек догадался задать два вопроса. Второй вопрос. Какой же Томск центр инноваций с однокалийным полотном до выхода в оставшуюся часть России ТГУ? Город ТГУ. Спасибо. Значит, насчет Берингового пролива и туннеля. Вы знаете, я отношусь к этому, как и ко всему вообще в жизни, сугубо прагматически. Сколько стоит? Вот если скажете, и если покажете эффективность этих инвестиций, тогда я буду пробивать эту идею через правительство. А если это просто рассмышление на тему, то тогда, извините, у этого проекта нет будущего. Но сама по себе идея, она, конечно, красивая, спору нет. Но идеи могут быть реализованы только, если они подсчитаны, если они оценены экономически. Что это принесет нашей стране? Потому что это в любом случае, как вы понимаете, миллиарды долларов. Так, значит, Иван, вы все-таки думаете о других, потому что вы задали два вопроса. Там еще строители сидят, голодные и злые. Теперь про одноколейный путь. Ну, плохо это, конечно, о чем-то говорить. Надо делать нормальную дорогу. Но вы же знаете, вы сибиряки, вы прекрасно понимаете, что дороги – это действительно одна из наших основных проблем. И она была таковой и сто, и двести лет назад. И, к сожалению, она еще долго будет такой. Потому что наше конкурентное преимущество является нашим объективным недостатком. Огромная территория. Ведь все-таки создать дороги такого объема – это гигантские инвестиции. У нас и так, скажем, железные дороги самые длинные в мире. Значит, ну и чего? Нам их не хватает все равно. Они негодного качества, они не туда идут, куда надо. Большие деньги для этого требуются. Конечно, мы их будем искать и вкладывать, но не ждите, что это произойдет за один год. Потому что даже для того, чтобы построить дорогу между двумя крупными населенными пунктами в Сибири, требуются гигантские инвестиции. Но есть транспортная стратегия развития нашей страны до 2030 года. Там очень серьезные планы. Очень серьезные планы. И надеюсь, что мы их реализуем. Так, строители. Дмитрий Анатольевич, хотел бы задать такой вопрос. Вот у нас в стране строят муниципальные даже дома, жилые здания, частные предприниматели, частные компании. Возможно ли возобновить старые традиции, чтобы были государственные строительные управления, которые бы строили в больших масштабах и, по сути, кажется, ипотека, ставка была бы ниже. Так, как покупаем у государства. Тимур, вы знаете, я… Спасибо. Спасибо. Я все-таки не верю в то, что мы можем получить какой-то толк от того, что у нас возникнут государственные строительные компании. Мы это неоднократно обсуждали. Проблема в том, что и частные, конечно, работают далеко не так, как нужно. Но если это будут крупные государственные компании, которые все будут подминать, они будут и цены диктовать, и не будут заинтересованы во внедрении как раз этих самых инноваций, новых строительных материалов, поэтому должно быть разное. Я не против того, чтобы государственный сектор в стройке присутствовал, допустим, но у него должно быть место соразмерное частному сектору. Если мы опять будем выпячивать государственный компонент здесь, ни к чему это хорошему не приведет. Более того, мы же ведь стали строить жилья сейчас в большинстве регионов больше, чем в советский период. Другой вопрос – доступности этого жилья. Но темпы-то мы нарастили как следует. Ну и надо признаться по-честному, качество этого жилья гораздо выше, гораздо выше, чем то, что это было. А можно какой-нибудь такой более неформальный вопрос? Студенческие отряды – это, конечно, хорошо, но я обещал, что дам выступить, высказаться трем. Олимпиада скоро начнется. Вот у меня такой вопрос. Вы как думаете, кто наберет самое большое количество золотых медалей? Прекрасный вопрос для того, чтобы сказать друг другу спасибо за общение. Я надеюсь, что вы болельщик, и все здесь присутствующие будут болеть за сборную Российской Федерации. У нас, конечно, как и в любой сборной всегда существуют свои проблемы. Я посмотрел, например, на то, какие медали мы завоевывали, количество медалей на зимних олимпиадах в советский период и в постсоветский период. Было очень по-разному. Считать, что Советский Союз всегда, так сказать, всех бил и был на первом месте, по зимним олимпиадам это не так. У нас были и некоторые такие снижения, и даже провалы, может быть, и неплохие результаты. Кстати, очень неплохие результаты, для меня это как-то уже подзабылось, были сразу же после развала Советского Союза в начале 90-х годов. Но тогда еще действовала старая система подготовки спортсменов. Что касается видов на медали на Олимпиаде в Ванкувере, я все-таки искренне надеюсь на то, что наши спортсмены там покажут свои лучшие качества. У нас есть проблемы, в том числе и в виде, скажем так, конфликта поколений, перехода поколений. Но, с другой стороны, мы за последние годы все-таки довольно много вложили в спорт, и в том числе в зимний спорт. У нас появились такие сооружения для зимней Олимпиады, которых у нас никогда не было, просто никогда не было ни в советский, ни в постсоветский период. Надо их строить как можно больше, потому что чем больше спортсооружений, спортивных, сложных сооружений, тем выше результаты. Ну, о чем говорить? Вот у нас, например, как мне докладывали, никогда не было нормального трамплина даже. Поэтому нам известны результаты наши. И в прыжках там, и в горных лыжах. Это пока еще очень скромные результаты. Но если мы будем в это вкладывать, то результаты придут точно. Значит, и я еще хотел бы раз отметить, что у меня огромная надежда на студенческий спорт. У нас впереди универсиада, которая будет в Казани. Если мы сможем создать нормальную инфраструктуру спорта в университетах, а к тому есть предпосылки, у нас будут другие результаты. Потому что большинство медалей, особенно в таких государствах, как Соединенные Штаты и в некоторых других, именно возникают на студенческой скамье. Значит, ну и последнее. Мне бы очень хотелось, чтобы к нашим спортсменам не было предвзятого отношения. Это иногда случается. Спорт – это не только спорт. Это, как я недавно сказал, это еще и политика. Это иногда манипулирование теми или иными интересами. И, с другой стороны, я надеюсь, что и наши спортсмены будут вести себя предельно корректно. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Значит, во время Олимпиады нужно заниматься олимпийской подготовкой. И тогда при поддержке болельщиков результаты будут хорошие. Я, конечно, могу вам сказать, насколько я медали рассчитываю, на самом деле это так. Но говорить этого не буду, потому что я боюсь сглазить. У меня есть некая внутренняя калькуляция, мне о ней рассказывал и наш Олимпийский комитет, и министр спорта. Это не фантастическое количество. Но если мы их получим, то мы выступим хорошо. Давайте будем, как принято говорить, держать кулаки и болеть за наших на Олимпиаде. Дорогие друзья, мне было очень приятно с вами пообщаться. И знаете, я хотел бы в конце разговора отметить, что вы задавали очень правильные вопросы. И не потому, что вы не могли задавать какие-то другие легкомысленные вопросы. Но вы задавали серьезные вопросы, это показывает то, что вы серьезно смотрите, по-серьезному смотрите на жизнь. И в этом смысле я практически уверен, каждый из сидящих в этой аудитории своих целей в жизни добьется. Я вам этого искренне желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.